Xiaomi Mi Mix 4. Какой он? Уделает ли iPhone 11 или Pixel 4? Если вспомнить предыдущие модели Mi Mix'ов, какие они были интересные, то наверняка. Это Droider Show, с вами Валерий Исишев, и сегодня мы попробуем разобраться, каким же он будет новый топовый безрамочник от китайского производителя, и чем он сможет нас удивить. Погнали! Сегодня у китайского Xiaomi есть множество различных линеек. Это и Redmi, и просто Mi, и Pocophone, и CC с новым CC9. В общем, в них можно запутаться, но наверняка у некоторых уже есть свои любимчики. Лично для меня такой линейкой всегда был и остается Mi Mix. Почему? Вспомните самое начало. Такой безрамочности еще не видели, кроме того, керамический корпус. Ну и, конечно, стоит добавить тот факт, что над дизайном работал сам Филипп Старк. А он в этом знает толк. Но при всей своей инновационности первый Mi Mix был ужасно неудобен в использовании. Это и фронталк снизу, и вот этот вот огромный угловатый корпус. Вторая версия уже провела работу над ошибками, была гораздо более эргономичной и еще более безрамочной, но при этом не лишилась главного недостатка в виде камеры в подбородке. Ну и третий Mi Mix, наверное, стал самым правильным форматом. Камеру, наконец-то, спрятали в механизм слайдер, но сама популярность такого формата или форм-фактора слайдеров до сих пор очень спорная. Прежде чем идти дальше, давайте разберемся, зачем же вообще нужна линейка Mi Mix. Она явно не является локомотивом продаж компании Xiaomi, но, тем не менее, компания вбухивает очень много денег в разработку этой линейки для того, чтобы показать, на что она способна, и, кроме того, сделать это раньше других производителей. У других компаний тоже есть свои примеры. Meizu Zero или Vivo Apex, особенно вторая версия. Но эти аппараты часто остаются только концептами, или уже с изменениями частично эволюционируют в серийные образцы. Смартфоны из линейки Mi Mix, напротив, почти сразу же поступают в продажу, притом по хорошим ценам, но не всегда в России. Но чем же все-таки интересен именно Mi Mix 4? Вспомним февральский патент китайской компании, когда активно развивалась мода на вырезы в экране. Тут показано расположение двух фронталок по бокам с разными типами вырезов. И без челки, само собой. Есть даже вариант с двумя капельками или гульфиками по бокам. Такого мы еще не видели. Но можете забыть об этом патенте и сразу отмести все эти варианты. Сегодня вырезом в экране просто никого не удивишь, а линейка Mi Mix должна вызывать настоящий восторг. То ли дело камера, спрятанная прямо под экраном. Которой уже успели похвастаться как Опа на выставке МВЦ в Шанхай с рабочим прототипом, но жутко мыльными фотками с нее. Ну и не стоит забывать про Samsung. О них тоже ходят слухи, но сами корейцы молчком. Xiaomi запустили тизер на эту тему даже раньше, но не указали конкретную модель. Но я почему-то уверен, что именно Xiaomi Mi 4 станет первым смартфоном Xiaomi с камерой под экраном. Ведь именно в этой линейке делается основной упор на безрамочность и необъятность экрана. Давайте наконец перейдем от гаданий к уже более-менее проверенным утечкам. А к этому вопросу еще вернемся. Обещают, что Mi Mix 4 будет иметь OLED-экран 6,35 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Большой сенсор отпечатка пальцев под экраном, 855 Snapdragon и до 12 гигабайт оперативки и 512 встроенной в максималке. Притом батарея будет 4500 мАч и 5G на борту. Но какая будет цена и главное, что будет с камерами? Вот вопрос. И тут нам на помощь приходит снимок, сделанный как раз-таки на новенький Mi Mix 4. Притом самим вице-президентом Xiaomi Lu Weibing у себя в профиле Weibo. Не сказать, что сам снимок особенно крутой, по мне слишком много бьютификации, но в Азии это любят. Главное, обратить внимание на взрыв комментариев про Mi Mix 4. И почему же люди сделали такой вывод? Все дело в Watermarket. Та штука, которую я первым делом отключаю на смартфонах Xiaomi, но в этот раз наоборот включу ее на своем Mi 9, чтобы вам показать. Вот так выглядит стандартная подпись. Три кружочка камер с надписью, которую можно кастомизировать, но только нижнюю часть. Название модели пишется всегда. Тут же на снимке с как бы Mi Mix 4 вместо кружочков шестиугольники, наложенные друг на друга. Кроме того, название модели специально стерто, но очертание первой буквы напоминает M. Согласен, это еще не доказательство. У компании слишком много продуктов, которые начинаются на M. Это и все Mi смартфоны, ну и в том числе и Mi Mix. Но копнем чуть глубже. Сказано про тройной модуль камеры с AI. В принципе, флагманское решение, по слухам, опять же, это будут сенсоры Sony на 8, 12 и 64 мегапикселя. И теперь перейдем к версиям, почему шестиугольник вместо круга. Первая версия камеры будут сделаны в коллаборации с каким-нибудь известным фото-брендом или брендом, который производит линзы, но именитым, как, например, Leica и Huawei. Только вот тех, что на слуху, почти не осталось. CESU, Nokia и Hasselblad вообще купили DJI. Ну, может быть, Konica, Minolta, Nikon, Canon. Не знаю. Перечисляйте сами. Версия 2 шестиугольник нам как бы намекает об изменяющейся диафрагме, как у смартфонов Samsung. Ну, потому что как бы шестиугольник немножечко напоминает рисунок вот этой шторки диафрагмы. Либо это будет перископический зум, как у P30. Опять же, грани. Призма. Перископ. И третья версия, которая пришла мне в голову, она мне нравится все больше и больше. Кроме измененной формы, как видите, шестиугольники расположены не в ряд, а друг на друге. Так что вполне возможно, что таким образом китайцы решили зашифровать камеру под экраном. И получается, что этот снимок вообще сделан на фронталку. И да, возможно, у Mi Mix 4 будет три фронтальные камеры. Зачем это нужно? Я не буду сильно закапываться. Но, тем не менее, это как минимум что-то свеженькое и точно должно удивить. Напишите свою версию внизу в комментариях, для чего это вообще в принципе применимо. Что касается дат выхода и даты презентации, скорее всего, она состоится в октябре. Или около того. В общем, осенью этого года. Еще ходит один слух, один из самых интересных, наверное, что Mi Mix 4 будет складным смартфоном. И мы уже видели прототип, который показывал глава компании. Но все же, мне кажется, что складной смартфон еще не готов. И мы еще подождем. Возможно, нам покажут какой-то прототип разве что. Осталась всего одна маленькая деталь, которая остается своеобразной вишенкой на рисовом пироженном Xiaomi. Это цена. Ее ожидают в районе 525 долларов. Небольшое обновление в связи с текущими утечками. Похоже, Mi Mix 4 может стать первым флагманом от Xiaomi с полноценным оптическим зумом. Также перископически будут располагаться линзы, как и в Oppo Reno или в Huawei P30. В результате будет возможен зум в пятикратном увеличении и десятикратном без потери качества. Кроме того, разрешение экрана составит 3120 на 1440 пикселей. Цена, правда, тоже возрастет до 850 долларов за 6-ти гигабайтную версию, что уже не так приятно. Еще стало известно, что фронталка будет на 32 мегапикселя. Что же касается основной камеры, тут ведутся споры. Либо 48 мегапикселей, либо 64. Ну и на этом все. Это Droider Show. С вами был Валерий Истишев. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте ролику лайк, если вам понравилось. И, конечно же, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, которые у нас выходят. Мы стараемся их делать все больше и стараемся делать их качественнее. До встречи в будущем. Не забудьте посмотреть предыдущее видео. Сможете принять участие в самом эпичном конкурсе в техноблогинге. Разыграли 12 флагманских смартфонов ценой где-то 580 тысяч рублей с ребятами с других каналов. Розетки, тайкак просто, и мобилтелефон. Собрались так все. И, в общем, скоро розыгрыш, и еще есть возможность принять участие. Наверное, где-то тут появилась подсказка. Продолжение следует... Продолжение следует...